Год президентства вскоре отметит французский лидер Эммануэль Макрон. Самый молодой в истории страны президент и человек, который начал новую эру во французской политике. Есть ли что праздновать, разбиралась Елена Абрамович. 7 мая 2017 год. Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах, а позднее его партия повторяет успех на парламентских. В западных СМИ появляется термин «цунами Макрон». На своем пути молодому лидеру приходится столкнуться с немалым сопротивлением. Но год спустя европейские лидеры продолжают ему аплодировать. И повод отпраздновать годовщину таки есть. Он саркастически обыгрывает лозунг Дональда Трампа «Давайте сделаем Америку снова великой», заменив США на слово «Земля», чтобы отстоять климатическое соглашение. Встречается с Владимиром Путиным и критикует российские СМИ. В то же время находит общий язык с обоими лидерами. Год это недолго для дипломатии, но мы уже видим, как с Россией, так и с Америкой Макрону удается заявить оппозиции Франции, может даже всей Европы. Он стремится постоять за весь Евросоюз. Что касается французского народа, то резкие реформы вызвали гнев у людей. В начале осени из-за сокращений в госсекторе страну охватили протесты, но Макрон не реагировал на митинги. И спустя некоторое время реформы принесли результаты, безработица сократилась. И рейтинг президента стал возвращаться к высоким показателям. Мне кажется, есть улучшения. Люди стали больше покупать, теперь все-таки берут товар и не боятся потратиться. Тем не менее, план реформ еще не завершен. И во Франции до сих пор регулярно бастуют железнодорожники. Впрочем, и тут президент не намерен сдаваться. Да и противостоять ему особо некому. Оппозиция в стране разделена и недостаточно сильна. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Европейское бюро телеканала Интер.